и хэллоуинский мега-релиз. Не пропустите! И всем привет, ребят! С вами Мистер Ванька, и сегодня записываю новый ролик. Уже завтра у нас в игре будет информация по Хэллоуину. Скажут, какие скидки будут, что у нас вообще в принципе будет на Хэллоуин, и это меня не может не радовать, все-таки праздник начнет свое празднование намного-таки раньше, чем в предыдущие года, так как на выходных уже начнется основное празднование, это будет у нас уже 27-го числа, возможно-таки даже уже и в пятницу что-то у нас начнется, я имею в виду в скидках, может быть, в магазине или еще что-то в этом роде, но основное празднование, я думаю, все-таки начнется именно-таки в субботу, завтра про все это, ребяточки, нам, конечно же, скажут. И у меня есть уже определенная информация, определенные уже, наверное, почти 100% догадки, что у нас будет именно все-таки на Хэллоуин. Я уже выпускал ролик, в котором рассказывал вообще про скидки, про всякие другие тематические, не знаю, там, как можно бы правильно выразиться, всякие тематические оформления и все тому прочее, что у нас будет вообще в принципе на Хэллоуин. Так же, какие у нас будут фонды, голды и тому прочего. Но, что хотелось бы сегодня сказать. Того, чего я, конечно же, не сказал. Это Звездная неделя. Да, ребят, если на том ролике у меня еще были какие-то сомнения, я думал, может быть, будет данная Звездная неделя, данный такой вот нагибаторский ивент, или не будет, то сейчас я уже почти, наверное, со 100% уверенностью могу сказать, что будет у нас Звездная неделя. Да, да, именно две Звездных недели почти что-таки подряд будут у нас в игре, и на это у меня есть свои аргументы. Безусловно, это то самое, на чем, наверное, проект варится, зарабатывает, и всем нравится, почему нет. Есть определенный круг игроков, которым очень-таки нравится набивать данные Звезды, набивать контейнеры, получать новые анимированные нагибаторские краски. Ну и, конечно же, наш проект дает им такой шанс постоянно участвовать в таких ивентах и постоянно в этом плане нагибать, развиваться и зарабатывать не только контейнеры, но и новые анимированные нагибаторские краски в свой гараж. Также, ребят, конечно же, у нас не обойдется без X2 фондов, про которые я уже говорил. И что касаемо именно-таки празднования. Как я уже сказал в начале данного ролика, то, что празднование данного ивента начнется намного раньше. Все-таки Хэллоуин – это праздник тот, который празднуется в конце, а именно в последний день октября. Но в этом году он начнет свое празднование уже на выходных. Поэтому Звездная неделя, я думаю, что она даже может продлиться не то, что одну неделю, она может продлиться дольше. И это будет тот самый, наверное-таки, ивент, который впервые будет связан с именно-таки Хэллоуинскими тыквами. Если это будет реально так, это будет очень-таки интересно и очень прикольно в этом всем будет поучаствовать. Безусловно, я буду принимать в этом участие, ребят. Отпишите в комментарии, будете ли вы вообще играть на Хэллоуин, будете ли вы ловить нагибаторские золотые ящики, а может даже и контейнеры. Безусловно, я думаю, что они будут у нас падать. Также, ребят, набивать звезды, участвовать в различных конкурсах, ивентах и тому прочее. Потому что это довольно-таки интересный праздник. Я думаю, что это один из самых интересных праздников, которые у нас вообще, в принципе, проходят в нашей любимой игре, за исключением, наверное-таки, 1 апреля полюбившегося, потому что там реально тоже очень все прикольно делается. Но у нас Хэллоуин! Интересный праздник, и я думаю, что в этом году ничего не помешает сделать разработчикам именно-таки годный праздник, в котором будет много интересных не только конкурсов, ивентов, но и, так же, как я уже и сказал, охота за звездами. Зашел я сегодня вот в такую нагибаторскую каточку. Захотел я для вас тоже немного-таки поиграть. Все-таки вы любите смотреть на такие всякие нагибаторские каточки, при том, что я играю на самом имбованном вооружении в своем гараже, который имею только. И поэтому понагибаем. Я думаю, сейчас эту каточку мы быстро закончим, и еще одну каточку тоже сыграем в формате регби. Что касаемо данного вообще, в принципе, формата, хотелось бы сказать, то, что раньше данный формат был намного-таки интереснее, чем сейчас. Это можно было судить не только по именно-таки физике данного формата и самого интереса к нему, но и по именно-таки материальному. Все-таки зарабатывать в данном формате раньше можно было намного-таки больше. Сейчас все у нас примерно равно, и во всех определенных форматах нету такого явного большого перевеса, за исключением, наверное, такие ТДМ-очки и Джаггернаута. Там есть определенный кристальный перевес, который уходит в плюсовую сторону. Ну а что касаемо именно таких форматов, как регби, штурм и захват флага, там все примерно одинаково, и сильно-таки оно все это дело не отличается. Также, ребят, что хотелось бы вообще, в принципе, рассказать сегодня. Какие у меня вообще есть цели на данный аккаунт? Что я хотел бы вообще, в принципе, здесь еще прикупить? Конечно, это новые, ребятки, дрон. Какой дрон покупать? Вот это главный вопрос. Все-таки вы знаете, что новые дроны у нас уже скоро будут в игре. Кстати, по дронам я не записывал никаких роликов, потому что, ну, не знаю, не заходил на тестовые, не смотрел вообще, в принципе, какие дроны у нас будут, с чем они связаны, нагибают они вообще, в принципе, не нагибают, ничего не смотрел. Жду, когда они выйдут уже на основные сервера, и тогда мы сделаем жесткий обзор, при том, я думаю, что мы сразу купим даже какие-то дроны, потестим, и если у нас при этом всем раскладе еще будет в этот же, например, определенный день скидочка на эти дроны, то мы так же само эти все нагибаторские дроны, ну, может быть, там, два, может, три, может, не знаю, там, четыре дрона, которые мне понравятся, если там будут реально годные дроны, которые мне будут нравиться, мы их, конечно же, ребят, прокачаем и будем потихонечку тестировать. Я вам буду советовать, какой дрон все-таки лучше брать, какой стоит, какой не стоит, в чем плюс одного дрона, в чем плюс другого дрона. Поэтому, ребят, по этому поводу всему вы сможете узнать информацию, я думаю, одними из первыми, потому что мало игроков, которые у нас будут вообще тестировать данные дроны, я более чем уверен, что многие вообще, в принципе, не имеют большого количества кристаллов и не имеют особого представления, какие дроны у нас все-таки будут нагибать, но поэтому мы просто их приобретем, потестим, ну, и я на свой аппетитный взгляд расскажу вам, в принципе, какой дрончик будет лучше себя вообще показывать в бою. Сейчас, конечно, дрон это один единственный, ни с кем никто не будет вообще, в принципе, спорить, потому что реально штурмовика пока что, я не вижу данному дрону реально замены, потому что реально меня сейчас надо удивить новым дроном, чтобы я поверил в то, что у нас есть нагибаторские какие-то дроны, которые реально могут изменить в какой-то мере вообще, в принципе, баланс в боях, какой-то бонус дополнительный принести или еще что-то в этом роде, то именно штурмовик, вот он делает, наверное, всю-всю работу, ту, которую я, например, от него хочу, то есть по мне так бесконечная нарка, при том, что ты будешь жить, ты будешь дамажить противника, ты его все равно всегда дамажишь, вот именно то, что мне надо сейчас, и я думаю, что если никакой меня дрон новый не удивит, я обязательно об этом, ребят, скажу, но то, что мы их будем покупать и будем тестировать, это я вам 100% даю, поэтому, ребят, обязательно, прямо сейчас еще, если вы не поставили лайкосик на данный ролик, обязательно поставьте лайкосик и напишите в комментарии, что вы хотите теста новых дронов, мне очень интересно читать вообще, в принципе, ваши комментарии, мнения, если у вас есть какая-то, даже, не знаю, определенная идея, можете ее тоже, ребят, выразить в свои комментарии, в каких свои, в комментарии, ребят, выразить свою идею по именно таки дронам, что вы вообще думаете, какой дрон будет нагибать из тех, которые выйдут, если не ошибаюсь, то выйдет у нас 9 целых новых дронов, и что касаемо именно таки цены, то, если я не ошибаюсь, то самая минимальная цена из 9 новых дронов, это 50 тысяч кристаллов, то есть минимально дрон уже будет стоить 50к, и если не ошибаюсь, то самый дорогой дрончик будет стоить около 200 тысяч, то есть 200 или 250 тысяч, что-то около этого будет стоить у нас самый дорогой и самый нагибаторский дрончик, поэтому как-то так. Что касаемо данной, ребяточки, каточки, смотрю, блин, что у нас тут Йоршир такой аппетитный в формате регби, и смотрю, что счет до сих пор у нас 0-0, никак моя имба не хочет имбовать, и никак у меня не получается поставить данный флажочек. То ли противник очень хорошо дефит, то ли у меня что-то не получается, но все-таки я думаю, что за эти 4 минуты надо постараться все-таки поставить данный мяч, при том, что я смотрю, что у противника играет очень много тяжелых корпусов, при том, и у нас тоже они имеются, но я думаю, что надо сейчас прямо-таки постараться и выиграть данную каточку, поэтому давайте сейчас попытаемся быстренько, быстренько уехать, 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 ах, не получилось. Хорошо сопротивляется противник, и надо сейчас будет именно за эти 4 минуты постараться его все-таки нагнуть и не дать выиграть ему данную каточку. Кто, ребят, смотрит данный ролик именно-таки 25-го числа, то вам могу сказать, что у нас сегодня вечером будет очередной интереснейший стримчик, второй бой, групповой стадии, первого круга, мы уже будем играть против команды Кулдаун, довольно-таки неизвестная команда для меня, я вообще не знаю, кто там состоит, что делает, поэтому для меня это будет, можно-таки сказать, такое, какое-то удивление, если данный коллектив что-то интересное может сегодня показать, поэтому, ребят, приходите, смотрите, болейте, нагибайте, ну, вы знаете, что нужно делать, поэтому сегодня 8 по МСК, обязательно вас всех жду, ну, если вы, конечно, ролик посмотрели данный 25-го числа до 8 часов вечера по московскому времени, так, ну, а у меня есть шанс поставить, поставить данный мячик и я его ставлю вот так вот налегке, просто на едикаточке, быстренько, на гибаторске у меня получается доставить данный мячик, круто, круто, безусловно, что получается все-таки выигрывать данную катку, хотя еще у нас осталось целых 3 минуты, и я думаю, что надо бы еще бы упрочить наше преимущество, поставить еще один, при том, что противник дает нам это сделать, вот какой-то шафт нагибаторский не хочет сдаваться, все-таки борется до конца, но мы его, конечно же, сливаем и едем ставить, я думаю, что сейчас можно будет в принципе поставить, если, наверное, таки объехать данного игрока с другого фланга, да, и плюс у нас еще имеется овердрайв, и в принципе шанс доставки имеется, имеется, но шафт говорит мне, стой, братишка, не поставишь сегодня, но я его понял, принял, и, конечно же, ушел на респу, и сейчас будем все-таки пытаться ставить данный жесткий нагибаторский мячик, одно определенное, ребятки, время, данный формат мне, наверное, таки очень-таки нравился, когда он настолько вышел, я просто обожал сидеть на платошке в регби, там фармились такие нереальнейшие крутые фанды, кристаллы и тому прочему, понятное дело, что я играл это в простых не про битвах, тогда это у нас были просто про битвы, то есть не про битвы, битвы с нарочкой по 15 минут, это не было никакой, ребяточки, у нас матчмейкинг, его еще тогда не было, и это было очень круто, каточки были быстрые и за каждую доставку давали не только много опыта, но и при этом ты мог так же самозарабатывать хорошие именно кристаллики, потому что фанды в таких боях очень быстро росли, потому что, если не ошибаюсь, за одну доставку в такой катке прибавлялось чуть ли не 300 кристаллов, и это было очень-таки большим количеством. Но сейчас в матчмейкинге все у нас, ребят, изменилось, фандов, как вы понимаете, никто не видит, какой там коэффициент и какое соотношение, конечно, посчитать можно, но не все понятно именно по росту данного фонда, и именно, что я сказал буквально-таки в начале данного ролика, то, что в данном формате теперь нету такого жесткого нагибаторского фарма, который был у нас именно-таки раньше. остается 40 секунд до конца данной каточки, и я все-таки не могу никак поставить второй мячик, чтобы упрочить свое преимущество и точно не проиграть данный бой, поэтому попытаемся, наверное-таки, не дать противнику поставить данный мяч за 30, буквально 5 секунд до конца, и успешно выиграть две каточки подряд, и красиво закончить данный жесткий нагибаторский ролик, который посвящен очень офигенному и крутому ивенту, который появится у нас уже завтра в игре не только появится, но и появится вообще в принципе вся информация, что будет, как будет, почему будет, зачем будет. Ну, это звездная неделя, ребят, ну, если ее реально не сделают, я не знаю, что будет тогда в этом жестком ивенте, если не сделать еще одну крутую звездную неделю, что можно вообще придумать тогда еще. Ну, а на этом мы будем заканчивать данный ролик, если он вам, ребят, понравился, и вы еще не поставили палец вверх, то обязательно прожимаем лайкосик, нажимаем, ребяточки, на колокольчик, подписываемся на канал, если вы еще вдруг не подписаны. Также, ребят, участвуем в конкурсах, ссылочки на которые у нас есть в описании, но у меня на этом все, спасибо, ребят, что смотрели, всем удачи и всем пока, друзья! Субтитры создавал DimaTorzok,